Я приглашаю вас в гости, чтобы вместе обучаться энергосбережению. В этот день в гостях у Берегоши очутился не только его друг Транжира, но и участники конкурса «Саратовской ГЭС» «Вместе ярче зажигай». Ребята, которые сами светились, как маленькие фонарики, узнали интересные факты об электричестве, о том, как оно работает, какая электроэнергия считается наиболее экологичной. Электричество может быть дружественным, а может быть и враждебным. Так вот, наше предприятие «Саратовская ГЭС» не только сделало его большим другом, но даже сумело подружить с водой. Как же это получилось? Секрет очень простой. Нужно знать законы электричества и использовать его очень осторожно и следуя всем правилам техники безопасности. Получение новых знаний ребята совмещали с забавными играми и интерактивом, чтобы никто не заскучал. Творческие коллективы Дворца культуры демонстрировали лучшие танцевальные, хореографические и цирковые номера. Поставил, Берегоша, самовар, чай разливает, за каждой капелькой следит. Так, все, хватит. А что это ты такое-то бережешь, а? А в моем хозяйстве каждая капля дорога. Для участников фестиваля энергосбережения и экологии подготовка к мероприятию началась задолго до дня ИКС. Ведь им надо было придумать светящиеся костюмы, которые потрясут жюри. Костюм называется «Цветок-маячок». Придумала мама, мы вместе с ней делали костюм. Здесь вата есть, цветка, мы с ней сидели и делали. Называется он «Цветлячок». «Это костюм муравья, потому что я же мальчик, а муравей бывают мальчики или девочки». В этом конкурсе чем ярче, тем лучше, поэтому светящиеся и светоотражающие элементы, и мигающие лампочки были повсюду. «Здесь и здесь, и тут, и тут, и тут, чтобы было видно, что это муравей». На помощь юным создателям ярких костюмов приходили мамы, бабушки, наставники творческих кружков и даже педагоги в детских садах. «Без них бы вообще, ну не знаю, не было бы этого участия, они постарались. Спасибо большое также всем организаторам Саратовской гидроэлектростанции, которые организовали такой прекрасный конкурс для детей». Самыми яркими по дизайну были признаны костюмы Полины Гордеевой, Виктора Юрченко и воспитанницы детского сада номер 72 Аленой Орловой. Она заняла первое место в возрастной категории 5-6 лет. В категории от 7 до 11 лет лучшими были признаны костюмы Аксиньи Немировской, Руслана Вахидова и ученицы школы номер 26 Анны Малакановой. Победителям и призерам были вручены ценные призы, а все участники праздника получили памятные сувениры. «Все улыбнули, сделали красивые улыбочки». Кстати, Саратовская ГЭС уже не первый год проводит яркий фестиваль, в котором участвуют и школьники, и воспитанники детских садов. И каждый раз формат мероприятия разный. То тематический квест организуют, то викторины и интерактивные площадки. Но и неизменным остается одно – фестиваль не только развлекает, но и помогает ребятам узнать побольше про энергосбережение и разумные отношения к электричеству. «Все улыбнули, сады и улыбнули, сады и улыбнули, сады и улыбнули». Субтитры создавал DimaTorzok